Добрый день! Периодически в разных обсуждениях философских всплывает вопрос преподавания философии. И всплывает вопрос, а когда нужно преподавать философию? Есть идея, что нужно начинать со школы, что не хватает нашим детям картины мира в философском изложении. И я на эту тему поразмышлял, написал небольшой текст. В принципе, все, кто его читают, с ним согласны. Я, наверное, не буду его зачитывать, а просто перескажу краткие тезисы, хотя текст тоже краткий. Ну, начнем с того, самого простого. Для того, чтобы преподавать в школе философию, нужен учебник, которого нет. И очень сложно себе представить учебник, который можно написать таким языком, чтобы он был понятен детям. Но есть еще другой вопрос. Он должен был понятен учителям, нашим учителям, которые вот сейчас преподают. И я с трудом себе могу представить современного учителя, который может даже по учебнику детям объяснить, чем отличается, скажем, диамат от спекулятивной логики Гегеля. Просто так вот взять и объяснить, хотя даже по-написанному. Хотя, наверное, это не самый важный вопрос учебник и квалификация преподавателей. А наиболее важный вопрос – это тот разброс политических взглядов, идеологических взглядов, мировоззренческих взглядов учителей. Если, скажем, возьмем математику, возьмем буддиста, марксиста, исламиста, коммуниста, либерала, они будут преподавать математику одинаково. Никаких претензий к политическим взглядам, мировоззренческим взглядам преподавателя не будет. А теперь представьте, что философию будут преподавать различные исты. Понятно. Чем вы там с историкой отличаетесь, сразу скажите? Отличаю... В истории можно ограничиться фактами. То есть есть большая проблема с историей, очень большая проблема с историей, именно идеологическая. Ее до сих пор не решили. Но она хоть как-то так решается. И человек, готовя детей при поступлении в вузы, в исторические вузы, к сдаче экзамена по истории, он все-таки дает некоторые факты, которые безусловны. Да, ты... отравили, не отравили, убили, не убили, взяли город, не взяли город, начало войны, там была война, не было войны. То философия это вообще невозможно. Ну почему? Был плохой, он читал тот, кто-то А, Б, Ц. Да, ну прежде всего... Но Аристотель он читал вообще совершенно другое. Да, 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 здесь вообще это нужно еще прежде всего поставить первый вопрос. Мы о чем говорим? В истории философии, преподавания и о философии. Это две разных проблемы. А вы именно философию преподаете? Да, то есть, ну, скажем так, можно ли преподавать... Здесь два вопроса нужно поставить. Можно ли преподавать философию, или нужно ли преподавать историю философии? Ну просто где преподают философию, да? Да, да, да. Потому что философию вообще нигде не преподают. И самый главный вопрос, что философию преподавать может только философ. Только философ, а не историк философии. А таких таковых у нас в каждом поколении по пальцам пересчитать. То есть действительно преподавать философию среднему учителю истории в современной школе это некий нонсенс. У нас есть ютуб, записали и слушайте детишки, а потом вы сдадите компьютеру. Ну она совершенно вне идеологии. Тогда всплывает еще такой другой момент. Когда мы начинаем преподавать ту же историю, мы как бы подразумеваем, что история древнего мира, еще до исторического периода, она довольно проста. Там совершенно простые категории, совершенно простые мысли, совершенно простые события, которые легко и интересно можно изложить ребенку в младших классах. А философия в принципе отличается. Можно рассказать, что античная философия или исходная философия восточная, древняя, она на порядок сложнее, чем современная философия, чем диамат и чем, скажем, современная аналитическая философия сознания. То есть Платон на порядок сложнее. То есть здесь в философии нет того исходного уровня, от которого можно преподавать. Скажем, мы можем взять античную математику, античное, ну в кавычках, естественное знание, и самые элементарные вещи, они будут понятны ребенку, античная математика. А философия, она и античная, уже на уровне высшей математики. И философские категории, они не исходные категории мышления. Это то, к чему мышление приходит в итоге. Поэтому как можно объяснить какую-то философскую категорию ребенку, когда он еще даже не понимает, о чем это речь? То есть и поэтому многие считают, что да, вот даже философию в институтах можно преподавать только на старших курсах, только взрослым людям. Или вообще, я считаю, что можно и не преподавать в технических вузах, а оставить факультеты философские. Ну, поскольку, скажем так, на тысячу выпускников один философ будет. Для того, чтобы это один философ был, нужно тысячу просто так вот все-таки напреподавать. Это я уже сказал, что может только преподавать философ. Ну, еще и самое еще интересное. А нафига? А нафига? То есть мы знаем прекрасно, что процентов 70-80 знаний в школе не пригождаются обычным людям. Вот 90% выпускников школ не нужны 70, а то и 80, а то и 90 тех знаний, которые продаются в школе. А философские знания 700 не нужны. Они просто не нужны. А тем, кому они будут нужны, они их приобретут в том возрасте, когда они будут потребны, когда возникнут философские вопросы. То есть для того, чтобы преподавать философию, должен возникнуть философский вопрос. Скажем, вопрос естествознания у детей ребенка возникает, естественно, еще даже в детском саде. А почему солнце встает так, а почему небо голубое, почему цветочки такие? Эти вопросы уже есть, на них можно отвечать. Но философских вопросов не возникнет. Ну, вы знаете, вы говорите, что они сами потом возникнут с возраста. Конечно, кого возникнут? Но это не факт. А если не возникнет, то их и нафиг не надо. Может быть, да. Но просто видите, может быть здесь как, на любимую тему Игоря перейду, может здесь как с гомосексуалистами, понимаете, кто-то должен инициировать, кто-то должен проблематизировать жизнь человека и задать им эти вопросы, перед ним поставить. Вот, и ребенку как бы их ставят, вот, и дальше он начинает их решать. А если их не ставили, то они и не возникнут. В этом смысле, как бы, вот такая проблематизация, понимаете, она... Тут есть опасность, потому что вот исследование, что из юношей и девушек, увлекающихся философией, там какой-то обалденный... Процент суицида, да? Шазофреников. Ну, в принципе, да. То есть только... Девочки, кстати, он минимальный, а среди... Это опасность для мальчика. Укрепившийся ум, только укрепившийся ум, уже прошедший какую-то практику... Это скорее философический вопрос, нежели прагматический. То есть вы говорите, зачем им это нужно? Есть определенное представление о философии, которое говорит, что философия, это, ну, не наука, да, а это именно персональная практика, там, так сказать, жизненная. Философия нужна каждому человеку, чтобы, так сказать, решать его экзистенциальный вопрос. Что-то там дует. Антон, о чем ты говоришь, и это очень важный вопрос, я считаю. В русской школе уже давным-давно есть предмет, вызывается русская литература. Ну, в принципе, да. Там все-то бальбатизации... То есть, по сути, действительно, если правильно составлять программу по литературе и добавить нескольких каких-то философских вопросов, то это достаточно. В каком-то смысле да, но ведь литература, как бы, она за неимением лучшего стала такой, она просто, как бы, взяла на себя эти функции, вот, в каком-то смысле. И может быть, только у нас, потому что наша русская литература, вот, потому что у нас не было русской философии, а была русская литература. Да. Так, может быть, наоборот, вот это надо в школе оставить, а не изгонять литературу, как читается, не нужно. Ну, мне кажется, что нужно оставить, но, может быть, выделить как классическая русская литература. Вот, а все остальное можете там... Есть и еще другой подход, который не свой, противоположный подход к преподаванию, это не предметное преподавание, а проблемное преподавание. Когда берется некая сфера, некая проблема, некая среда, скажем, ну вот, южные страны, да, и там экономика, и природа южных стран, и история какая-то вот привязана. Можно взять некую проблему историческую взять, и в нее вплести философию, как отблеск какой-то, какой-то вот... А вот на фоне вот этого возник Декарт, который вот так-то сказал, то есть просто намекнуть, что есть что-то. Но преподавать как таковую, вот, как предмет, то есть предмета такого быть не должно. Мне еще говорят, что да, философии нет, нет, но логику обязательно. А я говорю, а зачем логику преподавать? Зачем логику? То есть мы прекрасно можем мыслить и без знания законов логики. То есть это все мышление, которое логическое у нас, у ребенка, формируется, оно формируется на физике, на химии, на биологии, на математике. А дополнительный предмет ему преподавать, что нельзя противоречить учителю, потому что есть закон противоречия. Так он и так знает, что нельзя противоречить. Он нельзя сказать, что я был на уроке или не был на уроке. Он понимает. Вот у меня мысль возникла. Может быть, если уж что-то предлагать, то есть, естественно, не история, философия, потому что это дело неподъемное и вообще глупость со всех сторон. А вот какой-то предмет типа истории понятий, вот что очень нужно молодому человеку. По крайней мере, с моей точки зрения, я так подглядываюсь, это очень важно. Как вообще формируются понятия, история понятий. А сюда, и в этом предмете, может быть, и какие-то логические элементы. Логические элементы, да. Что такое слово? Понимаешь, да? Есть у меня френд фейсбушный. И вот там определенное историческое причем развитие, понятно? Как это будет исторический генезис? Что такое бытие вообще? Ну, это, наверное, сложно для ребенка. Нормально, нормально. Александр, давайте, потому что есть у меня френд фейсбушный в Минске, он айтишник, да. Но он еще и философ, и мы с ним встречались, обсуждали. И я вижу в его постах, он пишет, он проводит школу для детей именно по формам мышления, по способам мышления, по антологизации мира. То есть, как можно различать понятия, предметы, термины, делать какие-то задачи, анализирует ситуации, точек зрения. Скажем, берет мультфильм какой-то, с каждого героя, как выглядит антология этой ситуации, развитие этой ситуации, в каких понятиях. И дети понимают очень многое, потому что даже взрослым недоступно. Если это выразить в игровой какой-то форме, это очень замечательно, очень хорошо. И дети довольны, и он довольный. Но это не чистое преподавание философии, не преподавание истории философии, а способа мышления, форма мышления. Это даже не методология какая-то мышления. Ну да, методология мышления, и не чистая логика. И не привязана к конкретному, скажем, математике, физике, а вот анализ, каким способом можем мыслить мир. Что нам дано, и как мы должны к этому относиться, и какие точки зрения возможны на мир, и как можно рассуждать. И тут, естественно, релятивизм, толерантность, различные подходы. И, наверное, какие-то философские можно вплетать. Все, спасибо.